Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Правящие индивиды в Евросоюзе уже совсем не в себе. Вслед за Америкой относятся к другим странам, как к государствам третьего сорта. И отправляют на встречи не пойми кого, кто временами ведет себя просто неподобающе для лиц, принимающих решения за свою страну. Вот, например, в Китае ожидали, что к ним приедет нормальный политик, а появилась Бербок. Что было воспринято китайцами как неуважительное отношение к стране. В результате они отменили и другие встречи с немцами. Анна Лена неприятно удивила китайское руководство своими манерами и заявлениями. Она вдруг решила, что может поучать представителей правительства в Китае. Например, Бербок решила преподать уроки, как китайскому руководству вести себя по отношению к Тайваню и Тибету. И все это она повторила не только перед встречей с китайскими руководителями, но и даже на встрече с руководством. В Китае очень разочаровались все встречи с представительницей МИД Германии, начиная ее фривольным поведением и кончая пустыми разговорами. В Китае ожидали компетентного политика и профессионала, с которым можно будет решить темы немецко-китайских отношений. На деле же оказалось, что Бербок разговаривала только о продвижении ценностей либерализма и феминизма. В общем, сказать, что китайское руководство было в шоке, ничего не сказать. Через какое-то время Китай посетил коллега Бербок, Роберт Хабек. И он также решил начать разговор с норовоучений, приехав в чужое государство. Хабек так и не встретился с премьером Госсовета Китая и тем более с председателем Си Цзиньпином, так как уже на встрече с главой Госкомитета Джен Шаньцзе он начал поучать китайцев. В общем, он сказал, что Китай неправильно себя ведет, несмотря на зависимость от сырья и технической продукции. И после таких заявлений, встреча с премьером Госсовета сразу же была отменена. Но до Хабека все равно не дошло, и он утверждал, что не понял, по каким причинам встречу все же отменили. Подводя итоги, можно сказать, что оба представителя Германии вели себя практически идентично. Например, болтали много лишней информации, а также все время рассказывали, что нужно делать правительству Китая и как себя вести. В результате настроили против себя всех представителей китайского правительства и вызвали неприязнь. Видимо, отношения между Германией и Китаем заметно ухудшаться после таких встреч. Можно сказать, дипломаты просто высшего класса. Пляски с бубнами на Западе начались, когда вводились повсеместные санкции, которые ограничивали нас везде и во всем. Таким образом, западные политики стремились накинуть петлю на нашу экономику. Одним из направлений санкционной стали море и океаны. Западные политики окружили нас плотным кольцом настроенных государств. Это создало определенные сложности в использовании судов для морских перевозок. И тут же последовал запрет на фрахт кораблей, которые имеют юрисдикцию в западных странах. Те, кто попытался не подчиниться, были подвергнуты санкциям и практически потеряли возможность для дальнейшей работы. Особые усилия были направлены на ограничение перевозок по морю нашей нефти и нефтепродуктов. Здесь, по мнению аналитиков Запада, никак не могли обойти санкции. Эмбарго поставок морем из России в Евросоюз. Потолок цен от G7. Запрет на страхование и банковское обслуживание операций с морскими перевозками российской нефти и НПЗ. Казалось, что планы Запада действительно ужасны. Поэтому наши компании, которые предполагали такое развитие событий, ответили просто и эффективно. Скупили необходимое для нормальной работы количество различных торговых судов, создав целый флот. Его западное сообщество впоследствии обозвало теневым. Нет, мы не ходили в тени, просто мы стали недоступны для определения нашего местонахождения для западных наблюдателей. Юрисдикция владельцев судов стала меняться с такой скоростью, что оценивать объемы перевозок России для них стало невозможно. Где и когда мы загружаемся и перегружаемся тоже теперь загадка. Вот и завыли статистические агентства, что не в состоянии теперь вести учет и контроль. На этом руководство американского обкома российскими грузоперевозками закончилось. Таким образом вопросы с доставкой грузов были решены. Другая проблема, которую Запад решил напугать, это запрет на заход и обслуживание наших судов в их портах. Привычное логистическое направление было сломано. Естественно, это вызвало большие неудобства, особенно сначала. Но выход и здесь был найден. Причем это решение российских обладателей морских судов в очередной раз ударило по владельцам портовых мощностей и лишило их очередных денежек. В частности, порты прибалтийских Чихуахуа, которые вечно испускают визг по поводу и без, потеряли на этом до 25% объемов и просто лишились работы и заработка. Наши нефтевозы перекачивают содержимое прямо в море, никуда не заходя и никому не отваливая деньги. С торговыми компаниями все более или менее стало понятным. Нас здесь приструнить не удалось. Россия продолжает реализовывать свою продукцию по всему миру и изоленты у Запада не хватило. Похоже, Шольц начал о чем-то догадываться. Но хотя бы в той части, что именно экономика Германии несет самые большие потери из-за санкций. Так вот, чтобы остальным не было столь смешно и комфортно, в Берлине приняли решение повысить транзитный тариф на газ, транспортируемый в другие страны ЕС, аж на 34%. Теперь странам придется дополнительно раскошелиться на 2,5 евро за МБТ час транспортируемого энергоресурса. Дело в том, когда, скажем так, ФРГ отказали от российского газа по приемлемым ценам, из Вашингтона и Лондона доносились возгласы о том, что не переживайте, все компенсируем, если что Норвегию подключим. Немцы на радостях за миллиарды евро настроили терминалов по приемке СПГ, а газа как не было, так и нету. Норвегия, конечно, вышла на первое место по поставкам газа в ЕС, только вот цифры остались на тех же отметках, а у американцев, сами знаете, 7 пятниц на неделе, то Техас бунтует, то Байден пытается их взбодрить и новые контракты на СПГ запрещает. В итоге Шольц сидит с грустным лицом, а вице-канцлер Хабек рассказывает, мол, рановато закрыли АЭС, а угольные ТЭС не такие уж и грязные, Бербок подтвердит, если что. Поэтому, чтобы хоть как-то компенсировать убытки, Берлин решил пощипать у своих европейских братьев и с 1 июля значительно повышает тариф на прокачку газа в третьи страны. Категорически против подобной инициативы выступила Австрия, власти которой заявили, что из-за подобных мер им будет очень трудно отказаться от российского газа. Позицию Вены поддержали Польша, Чехия и Венгрия. Интересно, а чего эта Варшава разволновалась? Она же года два как кричит, что газ российский не покупает. Ведь так, дуда. Немцы настаивают, что местную ГТС нужно содержать в надлежащем состоянии, вот и приходится больше тратить средств. Прихожу к следующему выводу. Чем меньше российского газа в Европе, тем меньше у них единства и союзничества. С прошлого года Европа вдруг изобрела некий популистский миф, который разгоняется теперь еврочиновниками и даже лидерами некоторых стран вполне всерьез. Миф о заполненности подземное хранилище газа. Почему-то все следят за этой магической цифрой в процентах от их объема и делают из этого невероятные выводы. Но на самом деле подземное хранилище газа всегда служили просто как средство балансировки и не более того. Подземное хранилище газа были нужны как некая подстраховка на случай поломок, техногенных аварий или стихийных бедствий, когда на небольшое время вдруг окажутся отключенными основные магистрали снабжения. И вот чтобы у системы энергобезопасности европейских стран был хоть какой-то запас прочности, а также для балансировки перепадов потребления и на худой конец, просто чтобы было куда сгрузить интенсивный объем поступающих закупок, сильно превышающий текущий расход, вот для всего этого и создали подземное хранилище газа. Но реальность заключается в том, что подземные хранилища никогда не предназначались для того, чтобы только на них одних проходить всю зиму. Строго говоря, Европа в прежние годы, когда там еще цвела промышленность и уровень потребления граждан был нормальным, за одну зиму в одной только России закупала количество газа, в несколько раз превосходящее всем объемы европейских подземных хранилища газа в сумме. Это все равно, что набрать канистру 20 литров бензина, а потом надеяться на ней только одной и добраться из Москвы до Тюмени. Хотя понятно, что иметь ее в багажнике про запасы на всякий случай не помешает.